Привет, Алекс. Спасибо, что ты нашел время и зашел сегодня к нам в лабораторию. Как видишь, здесь наши секьюр-боксы, и мы можем показать кое-что интересное. Для этого я сегодня специально все подготовил. Здесь два секьюр-бокса, которые работают, в них заложена определенная тестовая программа. Один, как видим, пока отключен, на втором идет тестирование. Секьюр-боксы сейчас имеют обновленный софт. Мы достали содержимое, чтобы можно было действительно видеть, что все работает правильно. Итак, с чего мы начнем? Прежде всего, показываем вам общий вид, блокчейн-эксплойер. Подготовлен кошелек, адрес, на котором находится определенное количество коинов с определенным QR-кодом. Сейчас я его введу. Конечно, устройство защищено пин-кодом для безопасности. И вы видите именно этот адрес. Если я вам покажу ближе адрес, то видно, что он заканчивается на GOX. И это то же самое, что вы видите ниже. Итак, это тот же самый адрес кошелька. Именно его я сейчас ввел, и на нем 11 тысяч платин-коинов. То же самое можно видеть на компьютере в блокчейн-эксплойере. Блокчейн-эксплойер сейчас также в развитии. Видим обновленный дизайн. Имеет немного другой вид от того официального, что сейчас действие, которое будет также обновлено к определенному времени. Видите, также здесь новые символы, которые более читаемые, что облегчит его работу при выполнении определенных функций. Но давайте мы сфокусируемся на SecureBox, а не на новом эксплойере. Я покажу вам, что нужно, чтобы собственный SecureBox, который на данный момент подключен к другому кошельку, синхронизирует именно с нашим кошельком. Вы видите, здесь есть новый пункт в меню. Он называется «Конфигурация SecureBox». Если я нажму сюда, произойдет следующее. Точно же запускается программа распознавания, сканирования, что будет на каждом SecureBox. На обратной стороне наклейка будет. И где будет QR-код, в котором содержится вся важная специальная информация. Именно ее я сейчас сканирую. Сейчас уже сканирование прошло. Идет поиск устройства, распознавание сети. И, как видим, устройство найдено. Сейчас мы видим определенную информацию. IP-адрес, под которым устройство с домашнего адреса выходит в сеть. И имеет уникальный серийный номер. Видим, здесь загружен определенный кошелек. Каждый бокс имеет уникальный всемирно известный номер и подключен к определенному адресу кошелька. Момент из-за безопасности, нужно еще раз повторить. Повторяем еще раз. Сейчас снова идет поиск. Немного нужно подождать. Сейчас мы загружаем кошелек заново. Очень сильная защита. Вы видите здесь боксы. Обратите внимание на цвет лампочек. Зеленый, красный, зеленый. Итак, как уже сказано, четкие характеристики серийного номера и видим адрес кошелька, к которому на данный момент подключен этот бокс. И он отличается от нашего. Мы видим здесь в конце 8PA, а у нас GOX. Сейчас еще важная информация. Конечно, каждый бокс, и об этом нельзя забывать, об этом мы говорили в самом начале, имеет определенный Минтеркод. Это его IP-адрес, который инсталлируется и находится в мировом пространстве. Итак, что теперь нам нужно? Нам нужно наш кошелек перенести на бокс. И это можно сделать с помощью этой кнопки. Я нажимаю на нее, и ошибка. Что произошло? Кошелек не может быть перенесен. И мы видим, вышло предупреждение об ошибке. Собственно говоря, также, если кто-то дома попытается подключить на бокс другой кошелек, он не сможет использовать наш бокс, так как срабатывает защита, и нужно сменить прописанный модус. Это значит, здесь написано, нужно нажать кнопку конфигурации, удерживать ее 5 секунд, поступит оранжевый сигнал индикатора, который сообщит о соответствии защищенного модуса. Сейчас я это покажу. Наблюдайте. Я нажимаю на эту кнопку, удерживаю 5 секунд, идет сигнал. Теперь я могу ее отпустить. Теперь все соответствует заданному модусу. И этот модус сообщает, что в следующие 60 секунд я буду иметь возможность перенести на устройство новый кошелек. В нашем случае наш. Повторим все еще раз. Сейчас бокс найден, обновляем, и кошелек установлен. Поздравляем! Секьюр-бокс был успешно конфигурирован, и это значит, что секьюр-бокс сейчас точно с нашим кошельком активирован, который одновременно и на нашем телефоне есть. И это тот адрес кошелька, на который будет идти минтинг. Сейчас мы просто ждем. Страничка с конфигурацией нам больше не нужна. Возвращаемся и наблюдаем, что происходит. Теперь нужно набраться немного терпения. Итак, что происходит? Сейчас мы видим более ранние тесты и количество наминченных монет. Нас интересует сумма минтинга, которая соответствует нашему тестовому кошельку. Речь идет о 10 тысячах монет. Именно с нашего кошелька. И наминченные 10 процентов. Момент, это... А, момент, извините. 10 коин будет erst mal geminted. В 10 процентов в год у нас сейчас получилось 10 монет. И если мы посмотрим на наш блокчейн-эксплойер, видим мы новую транзакцию, которая сейчас сообщает о поступлении 10 коинов. Смотрим слева кошелек на конце GOX и сумма поступлений 10 монет. При этом мы видим ниже описание. Эта сумма поступила с минтинга. То есть все можно проверить. И пока мы в разговоре, здесь еще поступление монет видим. И как часто минтятся монеты в нашем случае? На данный момент, конечно, у нас есть определенная минтинг-стратегия. Итак, монеты наминчены. И здесь также можно видеть монеты. На этом тестовом примере каждые 2 минуты минтятся монеты. И можно себе представить, в нашем случае рождается 3-6 монет. Каждые 2 минуты. Конечно, нужно правильно понимать, что прежде чем из 10 тысяч коинов родится одна монета, сначала она должна созреть в течение 24 часов. То есть нужно понимать, что монеты должны сначала созревать. Именно так. Но это 10% в год. Да, так и каждый может это посчитать. Из 10 тысяч монет сейчас родилось примерно 6 монет. И я оцениваю, что это соответствует 24 часам. Итак, уважаемые партнеры, только что мы вместе с вами провели тест в реальном времени. Вы видели, что есть прибор, есть связь, есть серия, программа, софтвер и хардвер. Все это работает как одно целое. Минтятся настоящие коины. И каждый счастливчик, кто участвовал в промо-акции, скоро будет лично знать, что у него в руках. На эти боксы мы ставим гарантию работоспособности в самые малые 10 лет, которые будут безупречно работать на этой технологии. Конечно, мы их еще будем много раз тестировать. Я также могу вам сказать, у нас есть свое видение. Наши секьюр-боксы прошли оценку специалистов, и вердикт был абсолютно беспощадным для нас. Мы полностью сделали переоценку первоначальной стоимости прибора, когда планировали цену 500 евро за бокс. О такой цене больше не может быть речи. Это значит, что те счастливчики, которые участвовали в промо-акции, они на самом деле будут рады и говорить, круто, 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 что я отважился и принял участие. С того момента, как наши боксы начнут продаваться, самое малое, что они будут стоить, сейчас держитесь крепче. Возможно, первая партия, следующие будут дороже. Подумайте, устройство приносит 10% в монетах из блокчейна. И теперь как долго? Как долго? Некоторые, возможно, приобрели себе 2, 3, 4 бокса. Мы их гарантированно отправим. Самым лучшим образом. Но теперь посчитайте доходность на следующие 40 лет. Откройте калькулятор и посчитайте доходность. Если у вас 3 тысячи платинкоинов под 10% в год, которые приносит бокс, сколько монет будет у вас через 40 лет? Я называю это заботой о будущем. Это я скажу вам действительно. Пока я вам ничего не буду говорить. Вы видите, я в полном восторге. Мы выводим новую технологию на рынок. Она не потребляет электричества. Вы видели, это работает даже на телефоне, смартфоне. И это революционное решение в отрасли технологии. Без протяжения электричества наше устройство стабильно дает 10% из блокчейна. И первые счастливчики скоро получат такое впечатление, что не устанут радоваться и смеяться. Большое спасибо. Это был наш репортаж по тестированию устройства. Сейчас уже поздний вечер, но мы все еще работаем в офисе, включая меня. Успел даже обрастил. Я действительно рад, что мы показали вам тестирование. Я думаю, эта технология изменит всю отрасль. Большое спасибо.